копаю 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 опа друзья всем привет вы на канале в поясе клара серёга ну что друзья начинаем тиндерин тиндерин ходить металлоискателем искать всякие разные интересные штучки начинаем поехали ну что покажу вам свои первые две находочки вылезли вот такие вот две пули не знают какого это оружие число нифига себе вот это нормально так вот это хорошо лисички ребятки лисички смотрите красавицы лисички немножко в песочке но ничего страшного как вкуснятина прямо хочется сразу идти копать сразу хочется идти в бой ну вот немного подзаправился теперь можно идти искать грибы монетки искать монетки ребята кстати дети маленькие дети смотрят малыши я знаю там 56 лет не надо есть грибы в лесу не кушайте взрослым можно грибочек кушать если вы еще маленький ребенок ни в коем случае не есть и грибы никакие вообще грибы даже не вздумайте брать в рот и пробовать там отравитесь сто процентов отравить а мне уже бесполезно меня ничего не берет все продолжаем недорогопать ну вот можно собирать металлолом нашел вот такой огромный кусок железа похоже кусок кровати какой-то потому что видно вот сетка сетка натянута ладно брать пока не буду пускай лежит здесь что потом заберу пока у меня в планах нет быть металлоломчиком вас к здесь лежит ждет своего часа такой сигнал мощный прошел ребята смотрите цепь вытащил наконец-то какая цепочка прикольная надо будет забрать не знаю зачем но пригодится куда-нибудь на дачу или в деревню корову привязывать опа 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 друзья по моему у меня выскочила монета точно говорю монетка монеточка ну не должен меня мой профессиональный взгляд обмануть иди сюда чпоник пункт царёк царёк ребята толстенький смотрите какой царёк ушатанная вся затертая увы так подождите не понял не понял я ребят я такую монету жизни видео слушайте а сейчас думает такое это не царёк я начать думал деньга смотрите очень похоже на деньгу сейчас вам не видно камеру прикручу потом вам покажу сижу разглядываю разглядываю вообще понять могу чё за монеты такой жизни ребят не видел вижу что какой-то просвечивается портрет какого-то человечка сейчас будем мыть смотреть на большую камеру потом дома буду искать потому что здесь я уже в лесу вряд ничего найдут что за монет такая интересно ну что сейчас я ее помою попробуем на большую камеру поснимать поспорим может проявится очень хорошо видно что просвечивается какой-то портрет очень интересного нет вообще на николая первого похож. Ой, на Николая Второго. Смотрите, как будто усики у него. Как будто усы просвечиваются, да? Скорее всего это что-то такое из польского. Или из немецкого, возможно. Так что дома буду смотреть и разбираться. Польские три гроша. Выпускались с 1766 года по 1794 год. Период правления Станислав Август Понятовский. Материал медь. Вес 11 грамм. Цена в хорошем состоянии примерно 1000 рублей или 15 долларов. В моем случае монета ничего не стоит. Ну все, приехали. Пошли головы от снарядов. Очень сильно надоедают вот эти вот ребятки. Вот они. Какие же друзья противные. Это лосиные мухи прыгают на шею и заползают под одежду, в труселя, в голову, куда угодно могут заползти. Кстати, когда лосиная муха напрыгивает на свою жертву и считает, что она уже дома, как бы обжилась, все в порядке, можно типа здесь жить, она сбрасывает крылья. И после этого уже начинает обживаться и пить кровь. Но в этот раз ей немножко вышел облом. Так, к чему я все это клоню? Прошел мне сигнал и выпала, ребята, по-моему, монетка. Монета, ребята, и, наверное, скорее всего, буротос. Буротос. Маленький-маленький буротосик. Но что-то в лесу он совсем не сохранился. Не знаю, или при жизни был такой заношенный, или просто уже так окисился сильно. Кстати, как мне сказали комрады, что раньше, когда вот эти буротосы были, да, когда они ходили в обороте, люди, у них же не было там сильно карманов особо. То есть, эти монеты таскали под языком и так ложили. А, не хочу ложить. Ложили, короче, под язык и под языком таскали, чтобы не потерять. Такие вот дела, друзья. Хочу продемонстрировать вам свои шаолинские навыки, показать, что я умею. Все нормально. Завалил таки трухлявое дерево. Ну что, очередной сигнал. В этот раз такой довольно-таки красивый, я бы сказал. Надо копануть и посмотреть, что там есть. Раз. Вот и вышел газ. Два. Что, понравилось, братва? Три. Гадости про меня не говори. Ну что, где у нас этот сигнал проходил. Пока, как бы, ничего и не вижу. Во, во, во. Вот здесь, вот сигнал. Ну-ка сюда. Так, это здесь. Опа! Опа! Или серебро. Или цент литовский. Что-то такое. Одно из двух. Что-то блестящее, ребята. В такие моменты, думаешь, только не литовский алюминиевый центр. Потому что, что алюминий, что серебро, когда выкапываешься, она очень похожа. Они одинаковые. Примерно вот блестят, как бы, поблескивает. И непонятно. Ну, давай, 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 давай. Давай, давай. Серебруха. Царек, 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 царек. 15 копеек. По размеру вижу, что пятналик. Ребята, это пятналик. 15 копеек царских. Нет. Нет, это не 15 копеек, ребятки. Это у нас одна-вторая марки. Очередная одна-вторая марки. Блин, у меня дома уже есть целая коллекция. Постоянно падает. Ну, не постоянно, но я бы сказал, что очень часто. Одно тысяча девятьсот пятый год. Одно тысяча девятьсот пятый год. Полторы полмарки, одна пятая марки. Мне хоть бы раз бы найти бы марку. Постоянно половинки попадается. Марка ни разу. Две, там, пять марк. Я уже вообще не говорю. Опа, 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 ништяк. Это же танец. Это заслуженный танец. Субтитры сделал DimaTorzok. Какие два красавца растут под березовичка. Но не буду их брать, ложить мне их некуда. И вон еще один красавец стоит. Мухоморчик. Красненький с беленькими точечками. Что-то, ребята, пока глухо. После того, как серебруху нашел, вообще что-то все угасло. Надо продолжать, пока еще время есть ходить. Проходил сигнал. Думал, опять какая-нибудь лажа выпала. Но смотрю, что-то вроде такое поинтереснее. Точно не шмурдяк какой-то. Это точно не шмурдяк, по-моему. Ну-ка, 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 родная. Покажи, если что-то есть. Царек. Царек. Ребята, две копейки. Сто пудово, да? Две копейки. Это у нас, ух ты, какая красивая, красивая. Год какой. Так, год, друзья, вообще не вижу. Вижу, какие-то только буквы просвечиваются и все. Орелик вот проглядывается хорошо. Видно, что две копейки. Прикольненькие такие. Ну, как прикольненькие, подзаношенные. Но надписи читаются. Все можно прочитать. Хорошая находочка. Я очень-очень доволен. Ну, надо уже подзавязывать, наверное, скоро домой. Пойду еще чуть-чуть побегу. Может, полчасика-часик. И все, пойду вам видосик буду клеить. Видосики вам, чтобы вы посмотрели. Вот это прикол вообще. Уже закопал ямку. А там, ребята, а там. Еще один сигнал, пожалуйста. Где-то вот здесь, вот. Где-то еще сигналчик есть. Блин, пинпойтер-то не включил. О, вот здесь вот, вот она. Вот здесь вот. Опа. Вот что ж такое. Вот здесь вот. Должна быть еще одна монета. Рассыпуха. Только какая? Вот она, вот она, вот она вывалилась. Еще две копейки. Еще две копеечки, друзья. Да, точно такие же две копейки. Один в один. Две копеечки. Все видно, все читается. СПБ. Смотрите, начал пальцами тереть. И все. И зелень облазит, слазит. Кстати, орел затертый. Вообще его не видно практически. Ну что, нормально так. Сразу два двунделя вылетело. Это очень хорошо. Очень-очень хорошо. Все, ребят, продолжаем коп. О, еще надо проверить. Тут там еще есть. Е-мое. Я же не проверил. Не, все. Тишина полная. Больше нету. Две штуки валялись. Сейчас вокруг еще проверю. Побегаю. Может здесь еще что-то зацеплю. Не знаю зачем, но покажу вам. Вот такой вот мне выпал патрон. От автомата ППШ. Также этот калибр подходил к пистолету системы ТТ. Патрончик выкидываем. Что я хочу сказать? А я хочу сказать вот что. Подведем итог сегодняшнего копа, ребята. Посмотрим, что мы накопали. А накопали мы сегодня вот что с вами, ребята. Так, это у нас мусор. Разный мусор. Штрапнель, пули, пробки. Как-то так. Две монеты по две копейки. И вот такая вот неизвестная монета. Вообще не знаю, что это за монета. Даже понятия не имею. Сейчас буду дома изучать. Полмарочки с Первой мировой войны. Такая вот красивая монетка. И потертый убитый Баратос. Скорее всего Баратос. На сегодня все, друзья. Вы были на канале в поиске кладов с Серегой. Пока. Грибочки красота, прям тут идет сигнал. Поет моя душа, нашел я, что искал. Смотрите, что нашел. Стоит в лесу стена. Откуда она здесь? Стоять тут не должна. Оп. Дын-дын-дын-дын-дын. Сережа, молодец. Сережа, молодец.